Сезон кабачков, друзья, у нас в разгаре. Цветут и не прекращают, потому что сегодня мы будем готовить, опять-таки, кабачки. Уж больно не понравились и нравится нам этот овощ. А особенно он нравится Наташе Карловой, шеф-повар заведения партия. И я ее главная помощница левой, но все-таки правой руке. И Наташа сегодня расскажет, что кабачки можно жарить не только тещины язычки, но и что-то другое. А вот что именно, передай их слову. Так как у нас завтрак, и мы не можем себе позволить самые вкусные в мире кабачки с чесноком, а наша заправка должна быть пикантной, мы добавим в нее соевый соус, карнишоны, ну, в майонез. И они будут не менее пикантны, чем с чесноком, но зато целый день будет возможно общаться с людьми без каких-либо последствий. Доверь мне, пожалуйста, соус. Я никогда еще такой не делала. Соевый соус, карнишоны, майонез и зелень. Сколько мне огурцов? Карнишонов, ну, штучки, наверное, 4-5. Вот был бы один большой огурец, тогда и ладно. Карнишончики маринованные, более пикантные, чем просто маринованные огурцы. Наливаем масло на нашу уже раскаленную скворду. Карнишончики мои все натерты. Вот так их предостаточно. Более чем. Такой хороший соус. Он как-то называется или это твое личное изобретение какое-то? Ну, если бы там еще были каперсы и оливки, то это был бы тартар. А так это не до тартар. Это разновидность тартара. Это тартар облегченный. Теперь ты добавляешь туда майонез. Весь? Весь. Хорошо. Майонеза много не бывает. Так. И несколько капель соевого соуса. Вот еще немножко. Вот так. А я иду переворачивать кабачки. Они приобретают такой бледно-золотистый такой оттенок. Прекрасно. То есть мы их не сильно дарим? Нет, 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 не надо. Они не должны быть как там квашня. Они должны быть слегка плотные такие. Ведь мы должны сохранить витамины по максимуму. Прекрасно. Наш соус готов. Красивенький, хорошенький. Прекрасно. Добавь туда немного смеси перцев. И еще раз перемешай. Соль не добавляем, потому что у нас там соевый соус. Майонез достаточно сам по себе соленый. Можно снимать наши кабачки. Мы снимаем их на салфетку. Обезжириваем. Да, лишний жирочек, чтобы ушел. У нас ответственный момент. Мы выкладываем кабачки уже после того, как они масло свое отдали. Почему ответственны? Потому что я всегда еле стараюсь держаться, чтобы не съесть. А теперь вот бери ложечку. Вот бери ложечку. Вот так. И сделай вот так. Сверху не накрываем. Ну, видите, ну это же просто 2 секунды и все готово. Никакого чеснока. Это тебе уже не тещин язык. А может быть переименуем язык свекрови? Мне нравится. Я беру себе этот рецепт на заметку 100%. Вот если сейчас еще попробую и не к чему будет придраться, ну, друзья, то кабачки вот в таком варианте без чеснока, по-моему, будут мои самые любимые. Ну что, скажем, остается добавить только приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»